Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Сегодня мы поговорим с вами об очень опасной болезни земляники, с которой нужно бороться как можно раньше. Меня зовут Русский Хиван, я вас приветствую на канале Процветок. Поговорим мы с вами о бурой пятнистости земляники. Пожалуй, сложно найти участок земляники, который бы не был поражен этим заболеванием. Заболевание это очень и очень распространено. Хотя, по правде говоря, я пробежался по всем окрестным участкам, в том числе и поискал у себя, еле-еле нашел листочки с признаками этого заболевания. Все-таки все соседи прислушиваются к советам и проводят регулярные лечебные и профилактические обработки против этого заболевания. Заболевание это проявляется в виде коричневых кончиков, такого вот коричневого подсыхающего обрамления по краю листа. Опасность этого заболевания состоит в том, что оно является довольно сложно искореняемым. Дело в том, что это заболевание вызывается грибами из рода марсония. Марсония хорошо известна тем, кто любит розы, потому что марсония является, пожалуй, одним из наиболее агрессивных заболеваний розы в умеренной, да и не только в умеренной зоне возделывания. И они прекрасно, розоводы знают, что искоренить эту марсонию очень сложно. Однако же можно. Если вы обнаружили у себя вот эти симптомы на землянике, немедленно примените способ обработки с помощью медсодержащих препаратов. Ни биологические средства защиты растений, ни какие-то там отвары или природные составы, я вам в этом случае советовать не буду. Если только признаки этого заболевания у вас есть, возьмите или 1% раствор бордосской жидкости, или 2% раствор железного купороса. Не забывайте, что растения лучше выносят железный купорос, если мы его погасим. Как это сделать, смотрите в нашем ближайшем выпуске. Мы можем использовать в более высокую концентрацию железного купороса с меньшим риском повреждения растений. Не пропускайте, подписывайтесь на наш канал. Я люблю среди всех прочих медсодержащих препаратов еще ацетат меди. Его можно приготовить в домашних условиях на основе купороса и на основе столового уксуса. У нас есть видео на эту тему. Но можно использовать азофос. Дело в том, что азофос в своем составе содержит и азот, и фосфор, и купорос. Поэтому этот препарат азофос, я его, между прочим, совершенно не рекламирую. Просто много лет использую, и он мне нравится. Так вот, азофос мне нравится за счет того, что это не только способ защиты многих растений, в том числе яблонь, груш, смородины и так далее. Но это еще и хорошая азотно-фосфорная поддержка для растений. Что, кстати говоря, очень важно для того, чтобы растения хорошо сопротивлялись болезням и вредителям. Действовать нужно по инструкции. Свой азофос я буду разбавлять 100 мл азофоса на 10 л воды. После того, как вы тотально обработали все свои грядки с клубникой, и обязательно обработайте все свои розы в обязательном порядке этим же раствором. После этого, дней через 10, даже если ваша земляника уже зацвела, а эту работу нужно делать с помощью медь содержащих препаратов, до того, как клубника зацветет или сразу же после цветения. Так вот, через 10-12 дней, после того, как вы провели обработку медь содержащими препаратами, обязательно заселите туда биопрепарат. Это может быть фитоспорин, это может быть бактоген, это может быть триходерма. Но лучше, конечно, по листу поработать с сенной палочкой. Она в этом смысле является более эффективной. Если вы ее смешаете с дрожжами, примерно пачка дрожжей, 100 г сырых дрожжей на ведро воды, плюс биопрепарат фитоспорин, бактоген и прочее по инструкции, в этом случае вы дадите этим биопрепаратам гораздо лучшую поддержку. Поэтому используйте этот состав, чтобы на поверхности растений создать конкурентную микрофлору, которая длительное время, кроме того, будет защищать и от белой пятнистости, и от серой гнили, и от целого большого комплекса заболевания земляники. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok